Болезнь и кончина Тургенева Тургенева связывали приятельские отношения. Мещерский познакомился с Тургеневым в начале 70-х годов. Они встречались в России и во Франции. Летом 1881 года Мещерский приезжал в Спасское. Текст печатается по газетной публикации «Новое время» 1883 год, номер 2629, 3-го, 15-го сентября. Париж, 10-го сентября 1883 года Утром в воскресенье 2-го сентября я поехал в Бужеваль и, войдя часов в десять в комнату больного, нашел его, видимо, ослабевшим сравнительно с тем, как я его видел десять дней тому назад. Он лежал в постели с полузакрытыми глазами и закатившимися зрачками. Лицо сохраняло спокойное выражение, но очень пожелтело, дыхание было тяжело, сознание как бы омрачено. Постель больного окружали все члены семейства Виардо, мать, сын, две замужние дочери и оба зятя, господа Дювернуа и Шамро. Кроме того, в комнате находилось двое сиделок, мужчина и женщина, состоявшие при Иване Сергеевиче с самого начала его болезни, которых он очень любил и которые к нему привязались всей душой, как все, впрочем, кто ближе знал или часто видел этого чудного человека. Вся прислуга дома обожала его. Гувернантка семейства, мадемуазель Арнольд, души в нем не чаяла, и, если бы ей позволили день и ночь, казалось, не отходила бы от постели. — Узнаете ли вы друга Мещерского? — спросил у Ивана Сергеевича Дювернуа. Иван Сергеевич вскинул слегка глазами, ласково улыбнулся и потянулся рукой, чтобы поздороваться, но рука бессильно упала на подушку. Несколько минут спустя больным стало овладевать некоторое возбуждение, постепенно увеличивавшееся. Он стал говорить все время по-русски и, обращаясь к Шамро, который нашего языка не понимает, спрашивал его, веришь ли ты мне, веришь? Я всегда искренне любил, всегда, всегда, всегда был правдив и честен, ты должен мне верить, поцелуй меня в знак доверия. Шамро, которому я быстро переводил слова больного, исполнил его желание. Больной продолжал, я тебе верю, у тебя такое славное русское, да, русское лицо. Потом речи его стали бессвязны. Он по многу раз повторял одно и то же слово с возрастающим усилием, как бы ожидая, что ему помогут досказать мысль, и впадая в некоторое раздражение, когда эти усилия оказывались бесплодными. Но мы, к сожалению, совсем не могли ему помочь. Слова, которые он произносил, не имели никакого отношения ни ко всему окружающему, ни к России, но иногда прорывались и фразы, по которым можно было догадаться, что в полузатемненном сознании умирающего все еще переплетались те две стороны его жизни, которые составляли ее двойственное содержание, домашние и семейные привязанности с любовью и преданностью родине к русскому, к национальному. «Ближе, ближе ко мне», — говорил он, вскидывая веками во все стороны и делая усилия обнять дорогих ему людей. «Пусть я всех вас чувствую тут около себя». Настала минута прощаться, прощаться, как русские цари, царь Алексей, царь Алексей, Алексей, второй, второй. На одну минуту больной узнал Виардо, которая пододвинулась к нему ближе. Он встрепенулся и сказал «Вот царица, цариц! Сколько она добра сделала!» Потом обратился к ее замужней дочери, стоявшей на коленях у изголовья, и стал ей внушать, все же говоря по-русски, «Как она должна воспитывать сына, пусть он и непоседливый, непоседливый, непоседливый мальчишка, лишь бы был честным, хорошим, хорошим». Тут у Ивана Сергеевича стали прорываться простонародные выражения. Ему точно представлялось, что он умирающий русский простолюдин, дающий жизненные напутствования своим семьянам. Но все это были полусветлые, короткие промежутки в его бреде, после которых он начал опять повторять одни и те же слова, все менее и менее ясно, утрачивая постепенно даже и членораздельную способность, хотя возбуждение не только ослабевало, но усиливалось. Больной старался сорвать с себя одеяло и делал усилие приподняться с постели. Пришел доктор и посоветовал для успокоения его сделать впрыскивание морфием. Всем присутствующим, кроме сиделки, велели удалиться и последней сесть так, чтобы Иван Сергеевич ее не видел. После приема морфия, который, сказать, кстати, всегда давался в самых умеренных дозах, от 4 до 6 сантиграммов в продолжение суток, больной впал в полусонное состояние, продолжая очень тяжело дышать. Через несколько времени возбуждение возобновилось, больной все тянулся руками вперед быстро, хотя и бессвязно говорил то по-русски, то по-немецки, то по-английски. По настоянию доктора впрыскивание было повторено и дан прием хлорала, что Ивана Сергеевича усыпило глубже. В течение дня он выпил несколько глотков молока, а к вечеру доктор приказал впускать ему от времени до времени в горло по ложечке холодного пунша, который утолял жажду Ивана Сергеевича, но глотать ему было все труднее и труднее. К ночи женщины удалились, а мы вчетвером, то есть я, Поль Виардо, Дювернуа и Шамро, остались при больном, кто в его спальне, кто в смежном с нею кабинете. Утром опять появились признаки возбуждения, выражавшиеся уже, впрочем, не в речах, а в движениях и в жестах больного. Рот его часто косило влево, дыхание не приподнимало более груди, а отражалось в одной лишь диафрагме. Пульс стал до того неровен, что никак нельзя было высчитать среднего биения, и по временам совсем упадал, что, по объяснению доктора, указывало на быстро возрастающую неправильность в деятельных органах и сердце, и предвещало недалекий конец, задержанные так долго колоссальной силой организма. Часу в двенадцатом в комнату взошел неожиданно Василий Васильевич Верещагин и зарыдал, пораженный состоянием умирающего. Верещагин, которого с Тургеневым связывали дружеские отношения, в своих воспоминаниях рассказывает об этом последнем дне жизни Тургенева. — Господин Тургенев очень плох. — Говорит мне при входе дворник. Доктор сейчас вышел и сказал, что он не переживет сегодняшнего дня. — Может ли быть? Я бросился к домику. Кругом никого. Поднялся наверх, и там никого. В кабинете семья Виардо сидит в кружке также русский князь Мещерский, посещавший иногда Тургенева и теперь уже три дня бывший при нем вместе со всеми Виардо. Они окружили меня, стали рассказывать, что больной совсем плохо, кончается. Подите к нему. Нет, не буду его беспокоить. Да вы не можете его беспокоить, он в агонии. Я вошел. Иван Сергеевич лежал на спине, руки вытянуты вдоль туловища, глаза чуть-чуть смотрят, рот страшно открыт, и голова, сильно закинутая назад, немного в левую сторону, с каждым вдыханием вскидывается кверху. Видно, что больного душит, что ему не хватает воздуха. Признаюсь, я не вытерпел, заплакал. Агония началась уже несколько часов тому назад, и конец был, видимо, близок. Окружавшие умирающего пошли завтракать. Я остался у постели с госпожой Арнольд, постоянно смачивавшую засыхавший язык больного. В комнате было тоскливо. Слуга убирал ее, подметал пыль, причем немилосердно стучал и громко разговаривал с входившую прислугой. Видно было, что церемониться уже нечего. Госпожа Арнольд сообщила мне в полголоса, что Тургенев вчера еще простился со всеми и почти вслед за тем начал бредить. Со слов Мещерского я уже знал, что бред, видимо, начался, когда Иван Сергеевич стал говорить по-русски, чего никто из окружающих, разумеется, не понимал. «Прощайте, мои милые», — говорил он, — «мои белесоватые». Этого последнего выражения, — говорил Мещерский, — «я все не могу понять. Вообще же мне казалось, что он представляет себя в бреду русским семьянином, прощающимся с чадами и домочадцами». Василий Верещагин. Очерки, наброски, воспоминания. Санкт-Петербург. 1883 год. Глава. Иван Сергеевич Тургенев. Плакал он, впрочем, не один. Всех нас, мужчин и женщин, душили слезы. Я взял за руку Ивана Сергеевича и вместе с тем поддерживал подушку, на которой голова его скользила все больше, все беспомощнее в левую сторону. Оконечности стали холодеть и покрываться красными пятнами. Около двух часов умирающий сделал усилие приподняться. Лицо его передернулось, брови насупились. Из горла и рта, точно после приема чего-то очень горького, вырвалось полуздавленное восклицание. А-а-а! И голова откинулась уже безжизненной на подушку. Черты лица приняли тотчас спокойный, но необыкновенно ласковый и мягкий оттенок. Женщины, рыдая, бросились к постели, точно не веря еще, что дорогого им человека, которого они так беззаветно любили, уже не стало. Но мы их удержали и вывели из комнаты. Обмыв и одев в чистое белье тело, мы послали немедленно за модельером и фотографом, написали и отправили телеграммы разным лицам, в том числе из русских, Верещагину, который уехал в первом часу в Париж, Натали Герцен, послу Орлову, Анненкову, Стасюлевичу, Топорову, Арестову и через Онегина Боголюбову. В пятом часу приехал фотограф Морель и снял портреты, которые удались прекрасно, особенно профиль головы. Кроме того, госпожа Вярдо вместе с одной из своих дочерей сделала несколько эскизов головы, обе они ведь прекрасно рисуют, а госпожа Шамро показывала мне, Стасюлевичу и Верещагину, такой удачный и такой прочувствованный рисунок карандашом, изображающий Ивана Сергеевича больным на постели в его бужевальской комнате, что мы тут же настоятельно упрашивали ее, чтобы она его издала и послала в Россию, так как это была бы лучшая дань родине покойного от самых дорогих ему и близких людей. Комнату, в которой лежал скончавшийся, начали было убирать цветами, но посланный от доктора Бруарделя, представителя судебной медицины, просил не делать этого, чтобы не ускорять разложение тела, атопсию которого Бруардель не мог сделать раньше среды. В девятом часу явился итальянец-модельер, лучший в Париже, и сейчас же приступил к снятию маски. Маска удалась хуже фотографии, лицо вышло чересчур страдальческим и исхудалым, борода слишком обвисла. Модельер снял и левую руку, которая лучше правой лежала на постели. Михаил Матвеевич Стасюлевич Из воспоминаний о последних днях Ивана Сергеевича Тургенева и его похороны В 1865 году в Петербурге начал выходить журнал «Вестник Европы», редактором-издателем которого стал публицист и историк Михаил Матвеевич Стасюлевич, 1826-1911 годы. Стремясь привлечь к участию в журнале крупнейших современных писателей, литераторов, ученых России и Западной Европы, Стасюлевич обратился с приглашением и к Тургеневу. В 1867 году Тургенев становится постоянным сотрудником «Вестника Европы». Деловые отношения Тургенева с редактором журнала вскоре переходят в постоянное дружеское общение. Воспоминания Стасюлевича примечательны своей строгой достоверностью. Стасюлевич сопровождал гроб с телом покойного писателя до самого Петербурга и был свидетелем враждебного отношения русского правительства к автору записок «Охотника». Директором департамента полиции Плеве был отдан строжайший приказ по пути следования поезда «Вдоль Варшавской железной дороги принять без всякой огласки, с особой осмотрительностью меры к тому, чтобы неделаемо было торжественных встреч». Литературное наследство, том 76, страница 328. «Памятны для меня эти три дня», — вспоминал Стасюлевич, — «не только в этом году, но и в течение всей моей жизни. Ведь можно подумать, что я везу тело соловьеразбойника». Стасюлевич, том 3, страницы 237-238. Воспоминания впервые опубликованы. «Вестник Европы», 1883 год, номера 10 и 11. Тексты печатаются по изданию «Иван Сергеевич Тургенев». Полное собрание сочинений в 12 томах. Том 1, Санкт-Петербург, 1898 год. Нынешним летом, 1883 года, в течение июня и августа, я был три раза в Бужевале. Выехав в конце июня из Петербурга в Карлсбад и опасаясь отлагать и на один день свидания с Тургеневым, я направился из Берлина сначала в Париж и уже оттуда, проведя в первых числах июля два утра в Бужевале у постели больного, вернулся в Богемию. Окончив курс лечения, я поехал вторично в первых числах августа в Париж и проездом на морской берег в Динар опять наведал больного в Бужевале. Ровно три недели спустя, 22 августа, я спешил вследствие полученной мною телеграммы из Динара в Париж в то самое время, когда, как оказалось, Иван Сергеевич уже отходил. Рано утром 23 августа я стояла у постели уже усопшего, на том самом месте, где так недавно Иван Сергеевич, почувствовав небольшое облегчение после тяжелого кризиса, говорил мне, прощаясь, «теперь месяца три могу еще прожить». Так он чувствовал себя сравнительно хорошо в тот день, но на этот раз его сил в борьбе с отчаянную болезнью достало только ровно на три недели. В понедельник 22 августа, 3 сентября, в два часа пополудни, Тургенев, находясь уже более 24 часов в совершенно бессознательном состоянии, скончался спокойно, без агонии. В первый мой приезд в Париж я был у Тургенева два дня сряду, 1-го, 13-го июля. Я нашел его в постели, это было довольно рано утром, часу в одиннадцатом. Мы не виделись с ним с сентября прошедшего года. Разница за эти десять месяцев в его положении была громадная. Но в то же время я был очень доволен найти его и в таком состоянии, в каком застал после всего того, что он перенес зимою и весною нынешнего года. В этот день, как говорили мне и его домашние, он был особенно хорош и в отличном настроении духом. Более часа я просидел у его постели, и он почти не давал мне говорить, так ему хотелось описать мне во всех подробностях все, что он испытал во время припадков болезни. Рассказывал свои галлюцинации, и все это он отлично помнил. Многие из его живописных, фантастических рассказов могли бы идти в параллель с его знаменитой «Старухой» из стихотворений в прозе. Я ему заметила это, и мы невольно перешли на разговор о нашем последнем свидании в прошедшем году, тесно связанном с историей его стихотворений. Это было 5 сентября, почти накануне моего отъезда в Петербург, когда окончательно решилась судьба стихотворений. История же их, совершенно случайная, началась несколько раньше, когда я заехал к Те в начале августа при первом моем проезде через Париж. Стасюлевич посетил Тургенево 31 июля 12 августа 1882 года. Как теперь помню, входя к нему в кабинет ровно за год пред его смертью, я по обычаю постучал. Незадолго пред тем он жестоко страдал, и я думал встретить его расслабленным на костылях, а потому я был приятно удивлен, услышав громко произнесенное им «Антре!» «Пойдите». Он сидел за своим кабинетным столом в обычной его вязаной куртке и что-то писал. Увидев меня, он очень быстро встал и пошел ко мне навстречу. «Э-э-э, да вы притворялись больным!» — заметил я ему, шутя. «Да разве такие бывают больные?» «А вот вы увидите», — ответил он мне. «Таким молодцом я могу быть не более пяти минут, а затем раздается боль в лопатках, и я должен буду поспешить сесть. Мне теперь придумали машинку, которая нажимает мне с одной стороны грудь, а с другой — лопатку, и я могу даже спускаться вниз по лестнице в дом. Вообще, я думал тогда, что Тургенев, как это бывает, находится более под сильным впечатлением пройденной им болезни и под страхом ее возвращения. Но в настоящую минуту его здоровье весьма удовлетворительно. Среди разговора я спросил Те, не читал ли он в английских газетах приятное известие, будто он дописывает большой роман. Он энергически отрицал этот слух. А дописываю я, как вы знаете, после смерти. И когда вы поедете назад, рукопись будет готова». Тургенев в это же наше свидание сам отказался от этого заглавия «После смерти», усиливавшего против его намерения мистический характер пьесы, чего автор вовсе не имел в виду. Он обещал подумать и при возвращении корректуры назвал рассказ просто «Клара Милич». Примечание Стасюлевича. Впрочем, прибавил он, подумав, «Хотите, я докажу вам на деле, что я не только не пишу романа, но и никогда не буду писать». Затем он наклонился и достал из бокового ящика письменного стола портфель, откуда вынул большую пачку написанных листков различного формата и цвета. На выражение моего удивления, что это такое может быть, он объяснил, что это нечто вроде того, что художники называют эскизами, этюдами с натуры, которыми они потом пользуются, когда пишут большую картину. Точно так же и Тургенев, при всяком выдающемся случае, под живым впечатлением факта или блеснувшей мысли, писал на первом попавшемся клочке бумаги и складывал все в портфель. «Это мои материалы», — заключил он. «Они пошли бы в дело, если бы я взялся за большую работу. Так вот, чтобы доказать вам, что я ничего не пишу и ничего не напишу, я запечатаю все это и отдам вам на хранение до моей смерти». Я признался ему, что я все-таки нехорошо понимаю, что это такое за материалы, и просил его, не прочтет ли он мне хоть что-нибудь из этих листков. Он и прочел сначала «Деревню», а потом «Машу». Мастерское его чтение последней подействовало на меня так, что мне не нужно было ничего к этому присоединять. Он прочел еще две-три пьесы. «Нет, — Иван Сергеевич, — сказал я ему, — я не согласен на ваше предложение. Если публика должна ждать вашей смерти для того, чтобы познакомиться с этой прелестью, то ведь придется пожелать, чтобы вы скорее умерли. На это я не согласен, а мы просто напечатаем все это теперь же». Тут он мне объявил, что между этими фрагментами есть такие, которые никогда или очень долго еще не должны увидать света, они слишком личного и интимного характера. Прения наши кончились тем, что он согласился переписать только те, которые он считает возможными для печати. И действительно, недели через две прислал мне листков пятьдесят, тщательно и собственноручно переписанных им, как это всегда бывало, с его рукописями. Стихотворения в прозе впервые были опубликованы в декабрьской книжке «Вестника Европы» за 1882 год. Тургенев разрешил опубликовать только часть стихотворений в прозе, составившую пятьдесят названий. Всего же им было написано восемьдесят три стихотворения. Вторая часть так и не была опубликована при жизни Тургенева. Подробно об этом Тургенев. Сочинение, том тринадцатый, страница с пятьсот девяносто девятой по шестьсот тридцать вторую. При обратном моем проезде, когда я был у него пятого сентября в последний раз, Те выразил сомнения относительно только одной пьесы, особенно замечательной, и потом кончил тем, что в корректуре вынул ее и заменил другою. Имеется в виду порог. Впервые был опубликован Якубовичем Мельшиным в составе прокламации, выпущенной ко дню похорон Ивана Сергеевича Тургенева 27 сентября 1883 года. Вспоминая теперь об этом последнем нашем свидании, Те печально заметил, что, как неплохо было год тому назад, все же он тогда стоял на ногах. Но зато вы не страдаете так, как страдали зимой и весной, утешал я его, значит, болезнь отступает. Мы условились повидаться на следующий же день, 2 июля. Оказалось, что вчерашнее оживление, Те, было одной счастливой случайностью. Я нашел его не в спальне и не в постели, его перенесли, по его желанию, в кабинет, в кресле. Он полулежал у самого камина. День был холодный и сырой, камин топился. Я не узнал И.С. Так изменилось его лицо за эти 24 часа. Ночью возобновились страдания, и он, измученный физической болью, сидел с опущенной головой на груди. Не было никакой возможности говорить с ним. Я оставался некоторое время немым свидетелем тех самых нежных забот, какими был окружен наш больной. Мучения и боли делали его, естественно, нетерпеливым и в высшей степени раздражительным. И надобно было иметь неистощимый запас терпения и спокойствия, а вместе и привязанности к страдальцу, чтобы охотно и без утомления следить за каждым его движением, уступать его желаниям и вместе настаивать на исполнении предписаний доктора, редко приятных больному. Его унесли скоро обратно в спальню и положили в постель. Припадок прошел. Больной несколько успокоился, и меня впустили проститься с ним. Он, видимо, больше не страдал, но зато пришел в полнейшее расслабление. Едва слышным голосом сказал он, завидев меня, «Ну вот вы сами видели, каково мне». И тут же с добродушной улыбкой прибавил, однако я помучил их порядочно. Он, очевидно, вспомнил капризную сцену, которой я был только что свидетелем в кабинете, когда он ни за что не хотел принять лекарства в молоке. Я поспешил оставить его и взял его за руку. «Простимся хорошенько», — сказал он мне. Мы поцеловались, и, без сомнения, он в эту минуту думал одно со мною, а именно, что мы прощаемся навсегда. Ровно через месяц, однако, мы увиделись снова, и даже при несравненно лучших условиях, сравнительно с тем, чего можно было ожидать, потому что я видел сам месяц тому назад, и что мне писали после о нем. Я приехал в Париж вечером 31 июля и нашел в своем отеле, между прочим, записку Боголюбова «От утра того же дня». Он извещал меня о новом страшном припадке с Тургеневым и сомневался, чтобы я мог застать его живым на следующий день. Но я застал его не только живым, но и благополучно вышедшим из тяжелого кризиса, постигшего его накануне. По крайней мере, так мне казалось. Он, правда, был крайне слаб, но, тем не менее, потом оживился в разговоре до того, что голос у него сделался довольно звучным, и надобно было умерять его порывы. Он даже делал попытку слегка приподниматься на локтях. На этот раз, оказалось, его интересовал главным образом один вопрос. О продаже права литературной собственности, и он почти ни о чем другом не говорил. Разговор был потому чисто деловой. Покойный был мне хорошо известен как своим полнейшим равнодушием к своим же собственным делам, так и крайнею наивностью, по поводу которой ходят бесчисленные анекдоты. Мне самому известен курьезный случай, где он, ясно видя обман, сам оказывал ему с своей стороны посильное содействие, из опасения, что противная сторона может причинить ему какую-нибудь неприятность или введет его в хлопоты. Но на этот раз он меня удивил серьезностью своих суждений и даже признаками твердой воли. Быть может, пред ним носилось воспоминание о печальной судьбе проданного Пушкина. Первое посмертное издание собрания из сочинений Пушкина 1838-1841 годы под редакцией Жуковского, Вяземского и Плетнева осуществлял Глазунов. Среди всех этих разговоров один раз только он прервал сам себя громкими выражениями острой боли, но тотчас же оправился, заметив мое беспокойство. «Это вздор, вовсе не болезнь, это от пролежния, вот и ничего», — заключил он, придя опять в нормальное положение. К концу нашей беседы я ему заметил, что нынешний раз я с ним вовсе не прощаюсь, так как буду целый месяц почти его соседом. «Стоит ему к вечеру послать мне телеграмму, и в семь часов утра на следующий день я подли него. Через месяц я, во всяком случае, буду опять в бужевале. О, теперь», — отвечал он мне, — «я сам уверен, что проживу еще месяца три. Только все же я вам теперь скажу то, что говорил многим». И вот на днях еще передал и князю Орлову, русскому посланнику в Париже, «Я желаю, чтоб меня похоронили на Волковом кладбище подле моего друга Белинского. Конечно, мне прежде всего хотелось бы лечь у ног моего учителя Пушкина, но я не заслуживаю такой чести». Я старался отклонить его от подобной печальной темы и отвечал ему сначала шуткой, что я, как гласные думы, долгом считаю его предупредить, что это кладбище давно осуждено на закрытие, и ему придется путешествовать и в загробной жизни. «Ну, когда-то еще это будет», — отвечал он, так же шутя, — «до того времени успею належаться». Тогда я ему напомнил, что могила Белинского давно обставлена со всех сторон. «Ну, да я не буквально», — возразил он мне, — «все равно будем вместе на одном кладбище». Вскоре затем мы простились, но вовсе не так, как месяц тому назад, а как будто мы увидимся опять завтра. Пожав ему руку, я сказал, «Помните же, Иван Сергеевич, что у вас на постели лежит один конец нитки, а другой ее конец привязан мне к ноге. Стоит вам вечером дернуть нитку, от Динары до Парижа десять-двенадцать часов, и утром в семь часов я у вас». Выйдя, однако, из спальни, я просил его домашних в случае чего-нибудь неожиданного дать мне знать своевременно, что они и исполнили гораздо скорее, нежели я ожидал. Почти ровно за неделю до смерти я писал Тургеневу из Динара, что имею известие о том, что четвертое его стереотипное издание «Записок охотника» все распродано, а новое уже отпечатано. Четвертое стереотипное издание «Записок охотника» вышло в 1882 году. Первое стереотипное издание было напечатано в 1880 году с биографическим предисловием Стасюлевича. «Санкт-Петербург. Типография Стасюлевича». Что деньги, по обычаю, внесены в его петербургскую кассу, и он может их тотчас же получить в Париже. При этом я в виде шутки напомнил ему тот забавный анекдот, которому было обязано своим существованием его стереотипное издание, и в котором он сам был героем. Ответ на это мое последнее письмо я получил от его домашних 20 августа в субботу, за два дня до смерти. Они меня извещали, что мое письмо немало позабавило больного, но здоровье его опять плохо, о делах с ним говорить нет никакой возможности. Все сделанное мною он вполне одобряет. На вопрос же их, не желает ли меня видеть, он отвечал, что ему вовсе не так худо, и что он не хочет даром тревожить меня преждевременной поездкой в Париж. Это было в субботу. Поздно вечером часов в двенадцатом в воскресенье 21 августа мне была послана депеша с извещением, что доктора находят положение больного весьма серьезным. Так как в маленьком городке Динари уже в девять часов вечера запирается телеграфное бюро до девяти часов утра, то эта депеша пришла только утром в понедельник и не застала меня дома. Я прочел ее только в двенадцатом часу дня, когда утренний поезд в Париж уже ушел. Ничего не оставалось, как ехать с вечерним поездом в пять часов, а в ожидании того я послал депешу в Бужеваль с вопросом. Моя депеша пришла в самый час смерти Тургенева, и потому я уехал из Динара, не зная, что найду завтра утром. Рано в пять часов я был в Париже. Прямо переехал со станции Монпарнас на станцию Лазар и с первым утренним поездом отправился в Бужеваль. При перемене вагона на станции Ройл нас оказалось всего два пассажира. Другой, вовсе незнакомый мне господин, обратил на себя мое внимание глубоким трауром на шляпе. Он первый обратился ко мне с вопросом, «Кажется, вы русский. В таком случае я имел бы к вам просьбу». Я отвечал ему вопросом с своей стороны, и он объяснил мне, что он русский консул. «Вы едете так рано, вероятно, по обязанностям службы». «Да», — отвечал он мне, «мне нужно иметь свидетелей на акте по случаю смерти Тургенева, и я очень кстати встречаю соотечественника». Я сказал ему мою фамилию, и он сам понял, что я не откажусь сопровождать его до конца. Консулу была послана депеша тотчас же после смерти Тургенева, но его не было в Париже до вечера, и вот почему он счел своею обязанностью выехать в Бужеваль с самым ранним поездом в седьмом часу утра. В половине восьмого мы были в шале Тургенева, где встретили все семейство Виардо и князя Мещерского, приехавшего в Бужеваль из Версаля еще накануне, в воскресенье утром, и остававшегося там до самой смерти Тургенева. Тотчас после смерти были посланы депеши ко всем близким людям покойного, к Аненкову, в Баден, но он оказался уехавшим в Киев, к Боголюбову, в Шато-де-Э, но он переехал, как после узнали, в Трепор. Депеша господину Харламову была пущена на удачу в Швейцарию, и хотя нашла его, но с потерей времени. Депеша ко мне также опоздала, но я ее и не ждал, а потому из дальних и приехал один. Кроме меня явился несколько позже старый приятель покойного Арапетов из Парижа. К вечеру часа в четыре прибыл из Парижа князь Орлов с сыном молодым человеком и его воспитателями, а вслед за ним и отец Васильев к панихиде. В пять часов вечера приехали соседи покойного семейства Тургеневых, однофамильцы, дети давно уже умершего Николая Ивановича. Таким образом, на этой первой и вместе последней панихиде, так как на следующий же день, 24 августа, рано утром сделано было вскрытие тела, и оно было уложено в свинцовый гроб, нас, русских, собралось около десяти человек. Весь этот день с утра до вечера мы все проводили время почти безвыходно в комнате усопшего. Он никогда при жизни не был так красив, можно даже сказать, так величествен. Следы страдания, бывшие еще заметными вчера, на второй день исчезли совсем, распустились, и лицо приняло вид глубоко задумчивой, с отпечатком необыкновенной энергии, какой никогда не было заметно, и тени при жизни на вечно добродушном, постоянно готовом к улыбке лице покойного. Один мертвенно-бледный цвет кожи и мраморная неподвижность черт лица говорили о смерти. Воспоминания свидетелей его последних дней составляли исключительный предмет нашего разговора. За неделю до смерти припадки болезни начали возобновляться с прежнюю силою. В четверг обнаружился бред. В этот день к нему приехал Арапетов навестить его. Больной встретил его громким криком и выражением неудовольствия. После объяснилось, как он сам рассказал, что он рад был бы видеться с А. Но с ним вошло еще несколько человек, которых он вовсе не желал бы видеть и которые его только тревожат. Это был бред, далекое начало агонии. В субботу он пожелал проститься со всеми домашними, но при этом снова впал в бессознательное состояние, которое продолжалось уже почти беспрерывно все воскресенье и понедельник. Во все это время умирающий ничего не сознавал. Только процесс дыхания, по временам делавшийся прерывистым и шумным, говорил о том, что жизнь в нем еще не совсем погасла. В понедельник утром он стал дышать, как будто ровнее, так что около часу все домашние, не отходившие все это время ни на минуту от его постели, удалились завтракать, не подозревая крайней близости фатальной развязки. При нем остались на это время два лица, бывшие при нем безотлучно, независимо от постоянного дежурства и днем, и ночью у кого-нибудь из членов семейства Виардо. Незадолго до двух часов Те, оставаясь по-прежнему неподвижным и спокойным, начал дышать с необычайною силою и хрипом. Все бросились в спальню, он, видимо, отходил. Один из членов семейства осторожно взял его руки в свои, руки были теплы, и он продолжал лежать по-прежнему спокойно. Так прошло несколько минут, как вдруг его руки вытянулись с последним глубоким вздохом. Это было ровно в два часа дня. Так кончились великие, длившиеся бесконечно страдания всеобщего любимца. И с той же минуты началось такое же бесконечное горе для тех, которые пережили эту драгоценную, исполненную добра и славы жизнь. Жить и помнить Тургенева для нас всех сделалось теперь одно и то же. В заключении моих воспоминаний о последних днях Ивана Сергеевича Тургенева я должен поместить хотя бы в кратком извлечении мои же воспоминания о похоронах его, и при том именно в той их части, где мне пришлось быть свидетелем одному. Собственно говоря, похоронная процессия началась в понедельник 19 сентября в Париже Рю-Дарю, где помещается наша церковь, а закончилась через неделю во вторник 27 сентября в Петербурге на Волковом кладбище. Начало и конец этой процессии в Париже и в Петербурге со всем великолепием ее внешней обстановки, речами и прочим очень хорошо известны во всех подробностях из описаний в газетах парижских и петербургских. Кончина Ивана Сергеевича Тургенева вызвала отклики почти во всех странах Европы и Америки. Некрологи Тургенева были опубликованы в газетах Парижа, Лондона, Брюсселя, Нью-Йорка, Варшавы, Берлина, Софии, Вены, Хельсинки. В одном из парижских еженедельников был опубликован некролог Тургенева, принадлежащий Анатолю Францу. Об этом публикация Зильберштейна «Парижские находки. Огонек», 1967 год, номер 49, страница 27. С речами на траурной церемонии в Париже выступили французский писатель, редактор газеты «Девятнадцатый век» Эдмон Абу, философ и историк Эрнст Ренан, Вырубов, художник Боголюбов. О похоронах Тургенева в Петербурге, превратившихся в грандиозную демонстрацию, оставили свои воспоминания Конни, студент Петербургского университета Глинский. С речами на Волковом кладбище выступали ректор Петербургского университета Бикетов, профессор Московского университета Муромцев, Григорович и Плещеев. Подробно об этом обзор Ланского «Последний путь. Отклики русской и зарубежной печати на смерть и похороны Тургенева». Литературное наследство, том 76, страницы с 633 по 701. О проезде тела из Парижа через Германию до нашей границы я слышал от провожавших гроб Тургенева. «Свидетелем». Свидетелем же прибытия тела, его трехдневного пребывания на границе и 24-часового с небольшим переезда от границы до Петербурга мне довелось быть одному. Корреспондентов от наших газет на границе не было, а потому многое, что после писалось, было писано наугад. Так в одной петербургской газете рассказывалось, будто тело Тургенева на границе было встречено священником Александра Невской церкви, делегацией Санкт-Петербургской думы, Владиславским Русским обществом и многими другими лицами. В действительности, разумеется, не было ничего подобного, и, очевидно, писавший все это не был на месте и рискнул угадать то, что могло быть, и рискнул неудачно. Ввиду таких неточностей, к которым присоединилось еще много других, необходимо восстановить фактическую сторону всего переезда тела Тургенева из Парижа до Петербурга, хотя бы и в самом сжатом очерке. Наше общество так дорожит памятью незабвенного Ивана Сергеевича, что не сочтет излишним восполнение пробела в хронике последнего земного странствия его тела по Германии и по родной земле. 23 августа, 4 сентября, нового стиля, я в последний раз поклонился праху Тургенева в Бужевале, а 23 сентября в 6 часов утра мне пришлось встретить его тело на границе, оно прибыло одно, без провожатых и без документов. Вот как это случилось. На следующий день после отправления гроба из Парижа во вторник 20 сентября я получил в Петербурге депешу в ответ на мой вопрос, а именно мне отвечали, что тело прибудет на русскую границу 23-го в пятницу рано утром, значит, оно могло бы прибыть в Петербург не ранее утра субботы, 24 сентября, когда могли бы совершиться и похороны. Но наша похоронная комиссия, избравшая меня для встречи тела на границе и смены иностранных провожатых в пути по России, весьма справедливо опасалась назначить субботу днем погребения ввиду возможных задержек в пути. За благовременное назначение такого ближайшего дня могло бы ввести публику в невольный обман. Отложить день погребения на воскресенье признано было неудобным, по той же причине оказалось невозможным назначить таким днем и понедельник 26 сентября как день праздничный. Принимая все это в соображение, комиссия назначила встречу тела и погребения во вторник 27 сентября. На границу я приехал в четверг в восьмом часу вечером. Оказалось, что траурный вагон уступленный обязательно главным обществом уже прибыл из Вильны на границу согласно данному мне обещанию, но тут же мне сообщили, что о времени моего обратного пути с телом я буду извещен в свое время. Кстати, мне подали тут же депешу из Берлина от провожатых, что их задержала там таможня, и они вместо утра явятся на границу в пятницу уже, но вечером. На следующий день рано утром в шесть часов к самому окошку моего номера на станции, где я провел ночь, подошел тот самый прусский пассажирский поезд, с которым должно было прибыть тело Тургенева, а через несколько минут ко мне вбежал служитель с известием, что тело Тургенева прибыло одно, без провожатых и без документов, по багажной накладной, где написано «Один покойник», ни имени, ни фамилии. Мы только догадывались, что это Тургенев, но, собственно, не могли знать того наверное. Тело прибыло в простом багажном вагоне, и гроб лежал на полу, заделанный в обыкновенном дорожном ящике для клади. Около него, по стенкам вагона, стояло еще несколько ящиков, очевидно, свинками, оставшимися от парижской церемонии. Предоставляя времени выяснить после, как все это могло случиться, мы занялись тотчас вопросом, что делать в эту минуту, так как нельзя было долго задерживать прусского поезда с прусской прислугой, торопившейся уехать обратно в Эйд-Кунен. Вследствие различных причин, а также и потому, что и утром в пятницу по-прежнему оставалось неизвестным, поедет ли тело далее сегодня же вечером, когда нагонят его иностранные провожатые, или оно простоит здесь несколько дней, явились различные мнения, как поступить с телом. Мое мнение было поставить тело в церковь, которая находится в нескольких шагах от станции. Подоспевший во время нашей беседы настоятель церкви согласился с моим мнением, особенно ввиду того, что, может быть, телу придется простоять в багажном сарае до понедельника, то есть в течение трех суток, и поезд, направившийся было задним ходом к пакгаузам, был возвращен к дверям таможенного пассажирского зала, пока мы выносили из вагона ящик с гробом, разбирали этот ящик и освободили оттуда ясеневый гроб, в котором вложен был свинцовый и шелковый из непроницаемой ткани. Пока вынимались венки для выполнения таможенной обрядности, настоятель приготовил в церкви катафалк и паникодила. Мы, конечно, мало сомневались в том, что в ящике сокрыто тело именно Тургенева, уже прибитая на гробе металлическая доска над большим металлическим крестом с надписью удостоверили нас до конца относительно личности покойного. Надписи на лентах у венков подтверждали то же самое. Едва мы успели кончить нашу печальную работу, как на колокольне церкви раздался протяжный похоронный звон «ВИВОС ВОКО МОРТУС ПЛАНГО» «СОЗЫВАЮ ЖИВЫХ ЗВОНЮ ПО-УМЕРШИМ ЛАТЫНЬ» Это был первый призыв и привет покойнику на родине. И неимоверно тяжело потрясли заунывные звуки колокола слух каждого из нас, кто понимал, что мы в эту минуту делали. Погребальная процессия сложилась невольно, сама собою. Таможенные артельщики я после узнал, что это была так называемая московская артель, понесли впереди один за другим большие богатые парижские венки. За ними, тихо качаясь на полотенцах, подвигался медленно тяжелый гроб около сорока пудов тяжести. А за гробом пошли попарно все, кому случилось быть при вскрытии ящика. Гроб поместился на высоком катафалке, около него к катафалку были прислонены большие венки. К ним присоединили венок от кибардского училища, изготовленный к предполагаемой встрече, и от русского общества в городе Владиславово. Вскоре пришли дети из мужского и женского училища и усыпали ступеньки катафалка полевыми цветами и букетиками. Мало-помалу церковь наполнилась собравшимися из посада и приезжими из Эйт-Конана, где, как известно, поселилось много русских торговцев, и в восемь часов утра началась панихида с хором певчих. Вечером того же дня с почтовым поездом прибыли наконец и провожатые дочь госпожи Виардо, мадам Шамро с мужем, другой ее зять мсье Девернуа заболела и не мог сопровождать тело. Недоумение объяснилось очень просто. Они в депеше ко мне не упомянули, что были задержаны только они одни, а не тело. Пока они очищали в берлинской таможне свою кладь и пока там накладывали пломбу на ящики, принадлежавшие гробу дорогие венки и формы для отлития маски лица и руки поезд ушел вместе с телом с Лердской станции, первая городская станция в Берлине со стороны Парижа. Напрасно они бросились в экипажи на Селесскую станцию, последнюю, откуда поезд выходит на Кёнигсберг. Поезд ушел и оттуда, увозя с собою и тело по направлению к нашей границе. Вот вследствие чего оно и прибыло на границу одно, без провожатых и без документов, которые остались при них. После всего этого неудивительно то, что если в Берлине желавшие почтить память Тургенева торжественную встречу не нашли уже гроба на станции, собравшись сначала по ошибочной депеше на Потсдамской станции, они не могли никак захватить его на так называемый Ринг-Бан. Опоясывающий город это не удалось даже самим провожатам, которые должны были таким образом ждать вечернего курьерского поезда, чтобы нагнать тело на границе. Не желая иностранных гостей заставлять ждать нашего отъезда, тем более, что в то время я и сам еще не знал срока выезда, я склонил их продолжать немедленно свою поездку, и через час после того они уже выехали с границы вечерним почтовым поездом в Петербург. Собственно говоря, их могли бы и на границе задержать по той же причине, по какой задержала их берлинская таможня, досмотр ящиков с венками и формами маски лица и руки покойного потребовал бы слишком много времени, но я принял все эти ящики на себя, так как я и без того оставался на месте. По отходе же поезда в Петербург таможня будет иметь все время для исполнения своих обязанностей. Почтовый поезд, как известно, стоит на границе более часа, а потому иностранные провожатые выразили желание поклониться гробу. Все, даже и те, которые утром не разделяли моего мнения, были очень теперь довольны, что нам пришлось отвезти иностранных провожатых не в товарный склад, а в церковь. Было около шести часов вечера, смеркалось. Под проливным дождем мы перешли небольшую аллею, отделявшую станцию от церкви. Так как в видах санитарных церковные двери оставались с утра открытыми настежь, то церковь никогда не оставалась без посетителей. Многие приезжали из окрестностей, услышав, что тело Тургенева останется на границе несколько дней. Мы также нашли в церкви посторонних. В углу помещался по-видимому художник и снимал внутренний вид храма с гробом на катафалке, покрытом золотою парчой, окруженным теплящимися свечами и со всех сторон обставленным венками. Иностранные гости, очевидно, не ожидали встретить в нашей сельской церкви такую обстановку и были, видимо, тронуты представившимся им зрелищем Тургенева, мирно почивающего вечным сном в скромном деревенском храме, среди любимых им безбрежных полей, окружающих станцию со всех сторон. После всеночной в субботу же была отслужена вторая панихида и решено на следующий день в воскресенье до обедни отслужить последнюю панихиду и вынести гроб в траурный вагон, чтобы иметь время в течение дня прочно установить гроб на катафалке и убрать его венками. Другие думали, что лучше было бы просто перенести гроб в семь часов утра, но первое мнение было одобрено и самим настоятелем церкви, а потому в воскресенье в восемь с половиной часов утра отслужена была панихида, как то предполагалось. И отец Николай Петрович Кладницкий произнес при этом краткое тронувшее всех присутствовавших слово. Оно было первым русским голосом, приветствовавшим дорогой прах на дальнем западном рубеже родной ему земли и потому заслуживает быть занесенным в хронику по тому тексту, как оно было после воспроизведено в газетах. О славных мужах древности так начал почтенный настоятель сказал премудрый телеса их в мире погребены быша а имена их живут в роде премудрость их поведят людей и похвалу их исповесть церковь. Пред нами бренные останки великого нашего соотечественника прославившего и себя и свою родину своими дивными творениями. Они стяжали ему венец неувидаемой славы и поставили его а вместе с ним и наше родное слово наряду с величайшими современными писаниями и писателями не только у нас в России но и далеко за ее пределами. Кто из вас читая его дивные творения не восхищался свежестью легкостью изяществом и так сказать благоуханием его слова а вместе и его светлую незлобивую душою его добрым кротким сердцем и вообще его высокую симпатичную личностью которая вся отражалась в его творениях. Кому из вас неизвестно так же с каким лесным для нашей национальности сочувствием отнеслись к покойному все лучшие и просветленнейшие люди Запада поставившие Тургенева наряду с величайшими современными поэтами. Итак слава Тургенева есть слава нашей Родины и потому она не может быть чужда никому из нас. Такие люди не умирают в памяти потомства. Рано утром в седьмом часу в понедельник прибыл на станцию тот пассажирский поезд из Берлина, который должен был взять с собой траурный вагон и в восемь часов выйти, направляясь прямо в Петербург. Толпа из пассажиров поезда и служащих обступала траурный вагон, когда появился и настоятель церкви, отправлявшиеся вместе с нами по своим делам в Вильну. Отслужить перед отъездом Литию оказалось неудобным, и священник один поднялся в траурный вагон, тихо помолился над гробом и, отдав усопшему земной поклон, приложился к прикрепленному на гробе образу Христа, которому Тургенев посвятил одно из лучших своих стихотворений в прозе. Весь понедельник и всю ночь до утра вторника, когда мы подъезжали уже к Луге, свирепствовал холодный ветер с беспрерывным дождем. И, несмотря ни на что, несмотря на позднее ночное время, а также и на то, что по дороге узнали о предстоящем проезде тела почти в то время, когда оно уже вышло с границы, на всех сколько-нибудь крупных станциях мы встречали более или менее значительную массу людей, терпеливо ожидавших часами прибытия поезда. В Ковно и в Вильне общество русских приготовило все необходимое для лети во время десяти минут остановки поезда, но я успел только принять венки на гроб, так как в Вильне необходимо было при этом открыть самый вагон, чтобы освидетельствовать веревки, которыми был укреплен гроб на катафалке, то громадная толпа обступила вагон с выражением величайшего благоговения и в глубокой тишине сохраняя при этом строгий порядок. Все как бы замерли ввиду зрелища, которого, конечно, ожидали, и тем не менее были, видимо, тронуты и взволнованы, когда увидели в двух-трех шагах от себя ясеневый гроб, высевшийся на черном катафалке и заключавший в себе бренные останки того, чье имя наполняло собою в это последнее время весь образованный мир. Прислуга, между тем, успела укрепить вытянувшиеся от чрезвычайной тяжести гроба и толчков паровоза веревки, вагон был закрыт, и в два часа пополудни поезд отошел из Вильны. В седьмом часу вечером мы подъезжали к Динобургу. Было уже совсем темно, на платформе станции нас ожидала и встретила густая толпа народу, далеко превышавшая ту, какую мы нашли в Вильне. Ко мне обратился городской голова с просьбой дать возможность городскому обществу, прибывшему на станцию издалека, поклониться гробу. Литии не успели отслужить и здесь. Принимая венки, между которыми выдавался венок от города Динобурга, от Динобургской женской гимназии и от почитателей Тургенева, я заметил, что вследствие темноты задние ряды, стараясь приблизиться к гробу, слабо освещенному фонарем кондуктора, до такой степени прижали к борту вагона, стоявших впереди, что им ничего не оставалось бы для своей безопасности, как подняться в вагон, а это могло бы повлечь за собою полный беспорядок. В первый раз моя просьба отступить не подействовала, так как стоявшие близ вагона при всей их доброй воле не могли подвинуться назад. Тогда я обратился к публике с предложением, так как я не могу поместить в вагоне всю толпу, это очевидно, то прошу подать мне кого-нибудь из детей, пусть ребенок простится за всех спокойным. Мое предложение было принято и публика спокойно отошла от вагона. От Динобурга началось ночное время поездки, сопровождаемой холодным дождем и ветром. Несмотря однако на то, и в городе острове в первом часу ночи, и в Пскове в два часа по полуночи публика сидела на станции и терпеливо ждала прибытия поезда. Как видно, из псковской корреспонденции в одной из московских газет несколько недель приготовлялись псковичи достойно почтить память незабвенного Ивана Сергеевича Тургенева при провозе его через Псков из-за границы в Петербург. Городской думой было постановлено отслужить в вокзале над гробом Панихиду в присутствии всех гласных и возложить на гроб от города венок. Однако ж, несмотря на самое горячее желание псковичей почтить усопшего великого писателя, все вышло далеко не так торжественно, как предполагалось. Но зато нигде на пути встреча телу Тургенева можно сказать не была сделана столь усердно, если подумать о времени встречи, отчаянной погоде, отдалении города от станции версты надьве, и, наконец, если принять в соображение и то, что на вопрос городского головы на станции на границе о дне проезда я мог отвечать ему только накануне, заместитель городского головы с гласными поднес к вагону большой венок с надписью от города Пскова, затем явились венки от псковских периодических изданий «Земский вестник», «Городской листок» и «Журнал истина», от классической гимназии и реального училища. Ни псковский кадетский корпус, замечает тот же корреспондент, ни духовное и учительское семинария, ни землемерное училище ничем не почтили память незабвенного писателя. Женская гимназия приготовила венок, но почему-то не доставила его на вокзал. Из частных лиц на гроб Тургенева возложил венок Яхонтов, председатель Псковской уездной земской управы, довольно известный поэт, стихотворения которого часто встречались на страницах отечественных записок. Интересно еще и то, что как от реального училища, так и от классической гимназии возлагали венки на гроб Ивана Сергеевича инспектора этих заведений. Директора же всех псковских гимназий, училищ и семинарий даже не были в числе публики. Не знаем, говорит корреспондент, занимаемые ими посты или несочувствие к таланту и направлению покойного писателя помешали им присутствовать на его проводах через Псков. Это тем более бросалось в глаза, что представители местной администрации, городского и земского самоуправления все сочли долгом присутствовать в вокзале и поклониться праху Тургенева. От заведомого отсутствия директоров приключилось нечто грустное. На проводах Тургенева городовых было больше, чем представителей от учебных заведений. Во всяком случае, справедливость требует признать, что ни один город на пути не был поставлен в такое невыгодное для встречи положение, как Псков, именно вследствие вышеуказанных причин поздний час ночи, холод, дождь, отдаление от станции и так далее. И тем не менее в вокзале оказалось весьма большое число усердных почитателей памяти Тургенева. По всему было видно, что мы находимся уже в самых недрах России, где язык Тургенева считает за собою целую тысячу лет. В два часа ночи мы тронулись в путь, а в шестом утра подъезжали к городу Луги. А дожди не было больше и помину. На востоке узкую, но чрезвычайно яркую полосою горела заря, предвещая конец бедственной погоды. Ровно в шесть часов утра мы подошли к станции, наполненной уже народом. Впереди стояло в траурном облачении духовенство, и после краткого разговора одного из священников с кем-то из начальствующих содержание самого разговора я расслышать не мог, так как был занят приведением в порядок внутренности траурного вагона, была совершена первая лития в пути. Когда после литии я возвращался на свое место, ко мне обратился кто-то из служащих при железной дороге. Он только что получил из Гатчины вопрос, может ли быть отслужена лития во время остановки поезда. Я отвечал, что это от меня вовсе не зависит, но он может телеграфировать то, что он сейчас видел сам. Признанное возможным в луге, вероятно, будет возможно и в Гатчине. Не доезжая до Гатчины на Сиверской станции я должен был еще раз открыть траурный вагон, уступая просьбам собравшейся тут публики. В числе прочих оказался и художник Крамской, ехавший в город. Я пригласил его с собою в траурный вагон, где мы и остались на полчаса между двух небольших станций, с целью внутри вагона устроить на ходу поезда все так, чтобы в Петербурге можно было, не теряя времени, вынуть гроб и венки из вагона. К Гатчине мы подъехали около девяти часов утра. Вся платформа была густо заставлена народом, и в том месте, где должен был остановиться траурный вагон, были поставлены в порядке воспитанники Гатчинского института и воспитанницы одного из местных учебных заведений. Впереди всех стояло, как и в луге духовенства, в облачении и с хором певчих. Духовенство выразило желание подняться внутрь вагона, и затем немедленно началась лития. К сожалению, времени, вероятно, было так мало, что опять скоро раздался один за другим второй и третий звонок, и священники, продолжая службу, должны были начать один за другим спускаться на платформу. Я едва успел задвинуть дверь траурного вагона и мог благополучно попасть в свой вагон уже на ходу поезда, благодаря ловкости кондуктора, ожидавшего меня на ступеньке с открытой дверью вагона. На последней Александровской станции у Царского села мы оставались целых восемь минут. Там я успел прикрепить к внешней стороне вагона венок, по которому на Петербургской станции распорядители могли бы издалека отличить траурный вагон от багажных вагонов, между которыми он помещался, и таким образом направиться прямо туда, куда следовало. Во вторник, 27 сентября утром в 10 часов 20 минут нормальное время прибытия заграничного пассажирского поезда траурный вагон пошел на станцию. Вся левая платформа, у которой остановился поезд, была очищена от публики, а на правой помещалось духовенство и небольшая группа лиц, допущенных распорядителями похоронной комиссии, так что при громадном пространстве платформы и правая сторона казалась почти пустою. Не прошло и минуты, как траурный вагон был отстегнут от прочих вагонов, и после небольшого маневра перешел на другие рельсы. Машина дала задний ход, и мы подошли вплотную к противоположной платформе. Началась торжественная лития, третье в это утро. Затем были вынуты из вагона все венки, перенесен гроб и уставлен на катафалке. Около одиннадцати часов утра тронулась в стройном порядке печальная процессия, ярко освещенная неожиданно появившимся в этот день солнцем, в последний путь, далеким началом которого была за неделю пред тем процессия в Париже. Звеном соединяющим обе эти процессии, Парижскую и Петербургскую, должна была служить торжественная встреча тела Ивана Сергеевича Тургенева в Берлине от лица немецкой литературы, проводы в русских городах, лежавших по пути от границы до Петербурга. По рассказам иностранных провожатых, подтвержденным на деле, я объяснил, почему не могла состояться встреча тела в Берлине, несмотря на то, что все было приготовлено для нее. Будучи же сам очевидцем встречи тела на русской границе и проводов его до Петербурга, я счел долгом извлечь из моих воспоминаний все то, что может дать хотя бы слабое понятие о признательном внимании и благоговейном отношении русской провинции к памяти и литературным заслугам почившего. Тут нельзя даже было заметить различия между окраинами и кореною России. Все сошлись в глубоком уважении к имени того, кто силою одного таланта поставил русский язык и русскую мысль на новую для них высоту. Конец книги Июль 1990 года Июль Корректор Продолжение следует...